Всем привет, с вами Мосс и прикид у меня сегодня отнюдь не рандомный. Я стал симпатизировать Ман Юнайтед до того, как это стало мейнстримом, ну точнее где-то с года 95-96. Ну а на то, что происходит сейчас, как понимаете, без слез не взглянешь. Вот и я, как добропорядочный болельщик каждое трансферное окно, надеюсь, что руководство и главный тренер наконец-то выцепят пару-тройку годных игрочел, которые смогут вернуть в Ман Юнайтед былое величие. Сейчас в зимнее трансферное окно слухов о том, кто может потенциально усилить манкунянцев, по традиции ходят превеликое множество, вот и решил я в режиме карьеры проверить, кто из трансферных целей действительно сможет усилить клуб, а кто наоборот станет очередной тратой денег на ветер. Сколько будет выпусков карьеры решать исключительно вам, давайте зададим такую планочку в 5000 лайков. Как только она наберется, сразу сажусь монтировать второй выпуск, я на самом деле очень рассчитываю на вашу поддержку, потому что карьера это сейчас едва ли не единственный режим в FIFA, который мне реально по приколу, мне реально нравится снимать. Ну а перед просмотром я напомню, что спонсором этого видео является самая надежная в своей сфере компания. Спортивных и кибердисциплин в изобилии, а мой промокод MOZ придаст вам уверенности на старте. Ссылку найдете в закрепленном комментарии, а теперь приятного просмотра. Кого вам напоминает этот косоглазый щегол? Все верно, нового главного тренера Манчестер Юнайдет, причем того, что будет действовать исходя из манкунянских реалий и чайней. С поправкой на то, что составы текущие, и середины сезона взяться за команду игру ли не дает, к работе мистер MOZ приступит со старта чемпионата и попробует не вляпаться в те же лепешки, что у Легунер. И руководство, и наставник Мью неоднократно говаривали в реальной жизни, что стремятся построить клуб вокруг молодых и перспективных англичан. Непременно к этому прислушаемся и первым делом скинем балласт. Этот немолодой человек уже и так отчалил в Интер, туда ему в общем и дорога, вместе с ним на панели уходят еще несколько крутых в прошлом игроков. Немания, Хуан, а также прицепом Мистер Привоз. Ну и конечно же главная финансовая абуза, какой бы она талантливой ни была, явно в АПЛке не прижилась. В общем, поль до свидания. Туда же отправляется Бестолыч Лингард, который весь сезон успешно деградировал. Фред тоже дал понять, что Мью не его уровень. А что касается Роха, без бананов от Моуриньо, Аргентинас явно зачахнет, так что адьос, амиго. Ну и молоднячок, которому даже скамейка запасных пока не светит, отпустим в аренду, пускай набираются опыта в скитаниях. Из слабо рейтинговых юнцов оставим только Чонга и Гомеса. Этих сорванцов будем выращивать дома. А теперь самое интересное, кем мы будем усиливать команду. Ради чистоты эксперимента, интерес проявим тем персонажам, кто уже фигурировал в трансферных целях Мью, что в предыдущее, что в это окно. Сразу вспомнился один загорелый неаполитанец. Каледу Кулебали минувшим летом так и не смогли вытащить из Италии, стоит он дофига и больше, так что и мы спешить не будем. Берем на заметку, но обождем. Кристиан Вариант тоже обмусоленный журналюгами, но если их же статейкам верить, Эриксон либо в Интер, либо в Реал, либо еще куда, но только не в Мью, останется на карандаше. Бейла тоже Мольон раз сватали обратно в Англию, но не думаю, что перезрелый валиец вписывается в схему с клубом из молодых и перспективных англичан. По тем же причинам пока останутся в списке дедуля Кавани и вроде как интересовавший монкунянцев Висино. Стой, не проматывай, это не реклама, думаю, ты заметил, что за последние два месяца число просмотров и луксов на моих роликах сильно так упали. Ну, понятное дело, Лига Фиферов, я был обязан довести этот турнир до конца, но теперь стараюсь разнообразить контент, поэтому очень рассчитываю на вашу поддержку. Я тут заметил неприятную тенденцию, что почти 60% просмотров приходится на зрителей без подписки, поэтому, дружище, давай все же это исправим. Подпишись, прожимай колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Очень на себя рассчитываю. Вот Холланд это реально повод кусать красным локти, особенно учитывая его 5 галешников за дебютных 50 игровых минут. Дортмунд сейчас явно его нам не отдаст, так что будем следить. А вот по горячим следам провернуть без 5 минут состоявшийся переход Бруно Фернандеша нам никто не мешает. Игрок реально крутецкий и перспективный, и в спортинге это знают. Злобный лысый дядька разводит нас на 77 миллионов. Ну и поделом, нехер было вешать на стену футболку, купленного за 105 килоксарей, причесона-менятеля. Сколько ни подливай киновского в чаек, зарплаткой новоиспеченного плеймейкера нагреть тоже не удалось, а клад в 80 кесов, а вось поможет португальцу погасить ипотеку. Айда прописывает на Олд Траффорде других молодцев, которых нам сватают западные СМИ. Для начала вытащим двух красавчиков из их неблагополучных клубов. В Бирмингеме заскакиваем в гости к Грилишу и оставляем Астенвиллу без главной звезды АК Капитана. Его приятель из города Ухань не возражал. Далее раздеваем до нитки Норвич, забирая белокурова юношу Кантвела. Но Даниэль Фарки мужик годный и вообще не стал торговаться, уступив нам смазливого Тодда за 9 миллионов евро. Смешные по меркам капиталистического беспредела деньги. Вот с Мэдисоном поди будет сложнее. Тут и сборная Англии, и основа Лестера. Тем не менее, на храбрых щах вызываем Литзьева представителя в гости и трясем перед ним шекелями. Просят больше. Соглашаемся на 35 с половиной. Думаю, прайс адекватный. Далее целимся в многообещающего опорника Уэстхэма. До колона Райса младобойцы соглашаются отдать за 17 мультов. Немного барыжим с зарплатой и говорим цопничку добро пожаловать. Учитывая, что мы указали на дверь Матичу и Фреду, а Мактоминой и Райс вряд ли вдвоем затащат весь сезон, ищем третьего разрушителя. Наше внимание привлекает Буба Карису Маре, на игру которого во Францию скауты Юнайтед ездили буквально неделю назад. Руководство Лиля ломаться особо не стало и отпустило крепкого лягушатника квакать в наше перспективное болотце. Ну и последняя позиция, на которой выбор в клубе, мягко говоря, не густой, страйкер. Последние слухи в прессе гласят, что МЮ хочет приобрести форварда Леона Мусу Дембеле. И мы попробуем. Эдмесье обошелся нам в кругленькую сумму, целых 35 мультов. Да и зарплату запросил жирнющую. Заставим парня и его жлоба агента отработать бабки сполна. Восполнить расходы нам должна продажа выставленных на прилавок олдов. Первым родные пенаты покинул Лингард. Весельчак отправился за 22 миллиона радовать своими креативными празднованиями болельщиков Интера. А следом за ним свой новый клуб нашел и Немания Матич. Галатасарай отдал за него 10 лямов с копейками. Фил Джонс, недолго ломаясь, согласился на предложение Вольфсбурга, а вот пакбой поначалу вообще никто не интересовался. Ман-Сити, зная о каком раздолба идет речь, бабки зажопил, вот Барса по неопытности клюнула и выложила за поле почти 93 мульта. В Испанию также отправился и немолодой человек с гранатой, пожелая Мэшли доброго пути. Ну а Уэстхэм, разжившись наличкой с продажи Райса, берет у нас Фреда и Маркуса Рохо. Единственный, кого не успели хапнуть в трансферное окно, Хуан Мата. Слоу-пуки из Тоттенхэма прошляпили закрытие рынка, так что до зимы испанский маэстро будет полировать у нас банку, а затем отправиться в Лондон. Бедняк еще не знает, кто там теперь главный тренер. Дружище, не забудь про закрепленный комментарий и мой промокод MOZ, по которому ты получишь крутецкий бонус. Учитывая мастерски провернутые трансферные операции, мы почти вышли в ноль, а значит еврики на парочку годных зимних трансферов обязательно будут. Призываю тебя, дорогой зритель, написать в комментах, кого бы ты хотел видеть в МЮ, но предлагать черт только тех, кем клуб интересовался в реальной жизни. В итоге стартовый состав МЮ перед первым матчем АПЛки выглядит вот так. Схема подбиралась, исходя из набора исполнителей, а не потому что имба, тем более, что вручную катать пока не планируется. Защита укомплектована, опорка вроде тоже многообещающая, но и нападение смотрится весьма, лишь бы Марсиаль не ленился и не портачил, как он это исполнял в первой половине сезона. Второй сквад, это пока что дубль. Здесь у нас молодые и перспективные, так сказать, команда на вырост. Тех, кто будет круто прогрессировать, потихоньку подтащим к основе, а пока пускай страхуют более опытных коллег и впахивают на тренировках. Но про это уже в следующем выпуске, там вас ждут стартовые игры, тренировочный процесс и многое другое. Посмотрим, кто покажет самый быстрый рост и выясним, кто из новичков реально смог усилить некогда великий Ман Юнайтед. Ребят, обязательно напишите в комментариях, кого еще стоит включить в трансферный список на зимнее окно. Вполне возможно, я тупо кого-то забыл, но напомню, что речь должна идти исключительно о тех фамилиях, которые действительно фигурировали в трансферных слухах касательно перехода в МЮ. Ну и давайте пробьем эту планку в 5000 лайков. Как я говорил в начале, бросать эту карьерку не хочется, есть желание продолжить ее снимать, так что рассчитываю на вашу поддержку. Ну и на инсту тоже подписывайтесь, ссылку найдете в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok